Здравствуйте, с вами журналист Олег Взлунин и телепрограмма Точка взаимодействия. Я нахожусь сейчас на территории 20-й школы города Якутска. Сзади меня идет строительство нового модульного спортзала. Вроде бы великолепная новость, но на самом деле очень грустная. Дело в том, что со строительством этого модульного спортивного зала пристроя школы, капитального пристроя, не будет. Мы сейчас объясним, в чем состоит эта проблема и эта новость. Это же объективно, что школе нужен пристрой. Не хватает ее, и нас убеждать в этом не надо. Мы, наверное, это не хуже вас знаем. Вот такой план пристроя школы. План межевания. Это уже было утверждено. Наше мнение родителей, мы поддерживаем первоначальный проект. Это проект пристроя школы, потому что он бы решил очень многие проблемы. Того же самого спортзала, дополнительных школьных мест. Той же начальной школы, которую могли туда перенести. Потом у нас дети наши ходят на труды. Вообще непонятно в какую школу. ГТО сдают в 25-й. Выпускники хотят нас принимать в 25-й. Хочет, не принимает. Ну, это типа наши проблемы. И сейчас хотят в этот проект внести изменения. Самое интересное, что нам, родителям, ничего не сообщили. Мы ничего не знали. Мы узнали вот только в конце мая о том, что собираются строить спортивный зал. Сказали, что спортивный зал построят, но уже пристроя никакого не будет. Что не будет школы на Чайковского. Я считаю, что это чистый обман. Значит, нам затыкают рот тем, что нам построят спортивный зал. Полноценного начать строительство пристроя пока нет. Давайте будем честны и объективны. На сегодняшний день проектной документации на пристрой у нас нет. У нас нет ни источника, ни лимита. У нас есть проект планировки нежелания 9-й, где обозначены, условно говоря, условно, на основании ранее разработанных эскизных проектов или даже, может быть, каких-то концептов. Которые мы, родители, сами делали. Мы хотели, чтобы у нас был полноценный пристрой, где учились бы, вот в этом пристрое начальная школа, столовая, огроменный там актовый зал, где можно концерты проводить. И два, и два спортивных зала для младшего звена и для старшего звена. Проект мы делали с учителями, с директором школы и с родителями. Все вместе мы делали то, что мы хотим видеть. И односменность была бы. В то время вот эта тема односменности очень хорошо работала. И я с этим флагом, короче, пошел по всем инстанциям города Якутска. И меня пригласили на форум. Форум, короче, проектов, всего такого, ну, короче, от жителей. Я туда пришел, и там был Айсен Сергеевич. Я прямо к нему обратился, Айсен Сергеевичу, и показал проект, все такое, эскизный проект. Вот то, что мы родители хотим. И он сказал, он еще в 2018 году мне сказал о том, что, короче, этот проект очень важен, пристрой нужен. И после выборов 2018 года он согласует всю эту тему пристроя. Но выборы, увы, прошли. Все застопорилось. Потом, короче, я обратился к Путину. Написал письмо Путину. Написал письмо Путину насчет нашего пристроя, потому что, короче, в мире я правды не нашел. Обратился к Путину. Потом через несколько месяцев, месяц, через два-три позвонили мне сами с аппарата Мири Пахомов. Я не знаю, кем он там был тогда, да, позвонил и сказал о том, что, короче, пристроя так такового, как может быть и не быть, но мы вам, сказал, обещаем о том, что через дорогу, там, где коррекционная школа стояла еще в то время, да, мы, говорит, ее снесем, и там будет 20-я школа со всеми спортивными залами, и все будет хорошо. А потом оказалось о том, что, короче, этой школы, во-первых, она, если даже и будет, вот эта школа через дорогу Чайковска 113, да, но она не будет 20-й школой. А нам, короче, предлагают, вот, начали здесь строительство, это модульного спортивного зала, ни паспорта, ничего у них нет, ничего нам не показали, да, это во-первых. А во-вторых, еще в 18-м году мы добились того, что под этот пристрой, который мы сделали, да, Мерия города Якутска провела публичное слушание. Еще в 18-м году, в мае месяце, у меня даже есть этот документ, там был проект межевания территории и проект планировки территории под пристрой, именно под пристрой, который мы хотим. А теперь они хотят вот это межевание территории, которое в 18-м году было сделано уже, да, его поменять именно под этот модульный спортивный зал и забыть про пристрой. Мы-то хотим, чтобы был полноценный пристрой. Спортивный зал нужен, но он нужен именно вместе с пристроем. Мы и так не влезаем в эту школу, учимся в две смены, и когда вот стройка, все здесь застроится, детям некуда будет ходить. И мы боимся этого. И мы требуем родителей 20-й школы, чтобы был именно полноценный пристрой. У меня вопрос, почему именно здесь, где у нас по ППТ, да, наш пристрой уже есть, на который уже деньги уже как бы выделены. Откажите, пожалуйста, какие деньги выделены? А с Министерства образования Республики Саха-Якутия есть план очередности строительства пристроев. Там до 700 миллионов уже как бы обозначены эти деньги. И по перечне мы находимся... Я прошу прощения, что это перебиваю, да. Вот на сегодняшний день нет ни проектной документации, ни решения, ни в одной инвестпрограмме, к сожалению, да, не обозначена сумма финансирования. Что значит выделены деньги? Вот если бы деньги были выделены, у вас были бы пристроены. В перечне просто эти деньги, говорю, прописаны. Сколько она будет стоить, на сколько детей. Это абсолютно неправильный подход, потому что любая сумма, она будет формироваться на основании проектной документации, результатов экспертизы. Тогда с Министерства образования Республики Саха-Якутия нам фуфло отправили, да, Павел? Почему? Это же планы, долгосрочные планы. Долгосрочные планы. То, что у вас объект, условно говоря, в неком реестре, вестре, 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 числится, это и означает, что он будет строиться. Так, это утвержденный проект межевания территории, 85-го квартала. Здесь нарисованы существующие границы школы, отмечены здесь. И здесь штриховкой предусмотрена пререзка земельного участка, которая будет включена в состав границы земельного участка школы. Здесь предусматривается отделение вот этого дома многоквартирного и выкуп гостиницы. Это проект планировки территории. То есть, в проекте планировки территории определено дальнейшее размещение объектов. Здесь, как мы видим, нынешнее здание 20-й школе и к нему перестрой. То есть, если окружная администрация примет изменения в проект межевания территории, то она будет противоречить с утвержденным проектом планировки территории. В состав проекта планировки территории включена проект межевания территории. То есть, на самом деле, они не должны противоречить друг другу. Если они вносят изменения в проект межевания территории, они вместе с ним и должны вносить изменения в проект планировки территории. Они должны были показать, что хотят разместить в этих границах. По утвержденному проекту межевая территория, по старому, у окружной администрации были обязательства по расселению этого дома и по выкупу гостиницы, рядом стоящей с школой. Но тем самым они должны были расширить границы школы, чтобы построить пристрой. При изменении проекта межевая территория, окружная администрация уходит от расселения этого дома и выкупа гостиницы. И тем самым дальнейшее строительство пристроек 20-й школы невозможно, так как пристроек 20-й школы размещалось именно на этом земельном участке. Все происходят сушения, проекты. На основании какого правила, какого закона города Якутска все это происходит? Самый основной закон это Городостроительный кодекс. И есть утвержденный регламент, то есть такая муниципальная услуга внести изменения в проект планировки территории и межевания территории. На основании этого регламента они вносят изменения. Если вносимый проект не противоречит, например, с правилами землепользования и застройки, они могут это делать. Но на публичных слушаниях окружная администрация обязана учитывать мнение жителей. Если вносимый проект противоречит с мнением жителей, то такой проект не принимается. Согласно законодательству городского округа город Якутск, любое строительство должно происходить с помощью одобрения Городостроительного кодекса городского округа город Якутск. Но на сегодня строительство ведется данного спортивного модуля или спортивного зала без как-либо документов. Даже нет соответствующего счета, который бы рассказал, что за объект, на сколько квадратах и по каким документам он строится. И все-таки непонятно, если данный спортивный модуль сейчас грозит тому, что не появится новый капитальный пристрой к 20-й школе, почему его не разместили на детской площадке, которая находится рядом со школой, аж детскую площадку не перенесли. Тем более, что в районе школы очень много свободных территорий, где можно построить этот спортивный модуль. Но при этом сохранить проект пристроя 20-й школе, который бы дал новую жизнь этой школе. Возникает вопрос, с чем связано такое быстрое скорое строительство? Потихонечку начали строить, никому еще не сказали. Я так понимаю, что у них даже разрешения нет еще на строительстве. Разве есть разрешения? Как вы обиды, как вы обиды строить? Ни паспорта, ничего. А согласование с кем-нибудь делали? А и потом с родителями хотя бы поговорить. Почему они предупреждали, например, публичные слушания не стали делать до того, как начали строить? А почему это вы не делали? Надо честно признать, что за муниципальный бюджет, именно за муниципальный бюджет, к сожалению, мы школы не строим. Муниципальный бюджет не позволяет этого делать, это нам очень. Мы строим школы, все пристроя, которые у нас сейчас имеются, в рамках поддержки республики или федерального центра. Продолжение следует...